Народ пришел здорово, здорово. Вообще не изменилось, Найя. Подойдите в окошко там, чтобы вас видно было. Я очень давно вами восхищаюсь. Я в 2007 году читала ваши книги. Сегодня у нас несколько неожиданная презентация. К сожалению, наша книжка написана Леной Сван, она же Леночка Трегубова, она же знаменитый кремлевский Зигер, написанная в Лондоне, написанная на русском языке, написанная для нас с вами, неожиданная, наверное, я думаю, для тех, кто читал первую книжку, потому что это роман, самая настоящая художка. Вот эта художка в наше время вместе с командиром оказалась запрещена. Я хотела бы, чтобы мы поприветствовали Лену, которую я вот увидела после многих-многих лет, с чего два дня назад, наконец-то, страшно хотела увидеть, общались очень сложно. Я рада, благодарна вам всем, что вы пришли. Я сказала вот так, что, конечно, это привлечение, говорить, что Лена Сван, это Лена Трегубова, но между нами все-таки есть разница. Она местами почти святая, а иногда, наоборот, гораздо более грешная, чем я. И это фактически вся история бархатной революции в России. Крупнейшее издательство российское, крупнейшее, я не буду называть, давайте не будем называть, но все практически отказались. Я думаю, что раздражение идет просто сразу же на мою фамилию, что я для всех, даже, несмотря на то, что книжка под псевдонимом, но издатель, честно говоря, кто автор, и сразу же идет просто идет синтезия, страх, потому что ну как же так, политэмигранты, так далее, так далее. Я помню о молодой, буйной, из Креблевского пола, потом эта книга, сенсация, потом сложности, отъезд. И очень долго ты живешь в неродине, и потеряла профессию во многом. То есть, когда столкнулся, я понимаю, с какими-то сложностями, ты никогда не жалела о том, что ты Диггер написала? Он все-таки очень круто изменил твою судьбу. Ой, нет, нет, Диггер сам себе совсем не изменил мою судьбу. Судьба уже как бы была решена до этого, в том смысле, что я сделала свой выбор, что я не буду подстраиваться под новые законы, там, этого Креблевского пола. В тот момент, в 2006 году, просто я в какой-то момент поняла, что я не вернусь, когда я оказалась в Лондоне, и что у меня немножко другие планы, чем быть убитой этими подобными. Как видите, я для себя выбор сделала такой. Я, честно говоря, я поняла, что в какой-то момент, что я не могу всю оставшуюся жизнь посвятить тому, чтобы обличать довольно неинтересного мне как персонажа человека по фамилии Путин. Ну, он мне неинтересен как человек, просто совсем. И я не могу всю свою жизнь угробить оставшуюся на то, чтобы говорить о Путине. Ну, не могу я. Я вот завязала, я уже жестко никому не даю интервью, когда ко мне тут какие-то BBC-шники там пристают. Не могу больше, просто не могу. Все, что я хотела сказать, я сказала, да, до предела, до последней точки. Я вот у себя сделала выбор, что я хочу что-то сделать, ну, словно говоря, для личности, да. Я хочу тоже, на самом деле, поблагодарить вас не только за всех журналистов, но и за всех российских граждан. Вы стали для нас в какой-то мере лучом надежды. Где ты ее взяла, Лидия? Ой, ну что вы говорите? Рау! Я считаю, что вы на себя останетесь в истории, как пример героизма и мужества, вот то, что борьбы с диктаторским режимом. Вот, огромное вам спасибо от всей души. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!